Здравствуйте! Сегодня я прочитаю книжку «Башня господина Вавилона». Ее написал датский писатель Салли Альшулер, а нарисовал шведский художник Свен Нуртквест. «Мне скучно», — сказала принцесса. «Ах!», — ахнул король ее отец, потому что всегда переживал, когда его дочь скучала. Скучала она очень часто. «Позвать музыкантов», — приказал король. Прибежали музыканты, и что есть мочи, заиграли на своих замечательных инструментах. Но принцесса ни чуточки не развеселилась. «Я сто раз это слышала», — сказала она. «Скукотища! Неужели нельзя сыграть что-нибудь новенькое?» «Играйте новенькое», — приказал король. «Хорошо», — сказал дирижер. «Я тут, как нельзя кстати, сочинил одну совершенно новую пьесу» и поклонился. Пока музыканты играли новую пьесу, принцесса громко зевала. «Звучит так же, как все предыдущие», — заныла принцесса. «Мне скучно! Сейчас со скуки умру». «Зовите танцоров», — приказал король. «Нельзя, чтобы принцесса скучала». Прибежали танцоры, разодетые в нарядные платья, и стали показывать ей самые лучшие танцы, которые они разучили. «Фу, какие скучные! Надоели! Неужели нельзя что-нибудь новенькое разучить?» — проворчала принцесса. Учительница танцев неподвижно стояла перед принцессой. Она очень огорчилась. «Это совершенно новый танец», — сказала она. «Это новый? Да он, как две капли воды, похож на все танцы, которые я видела», — зевнула принцесса и стала разглядывать попугаев, рассевшихся на чинаре. «Если бы я умела летать, я бы никогда не скучала», — подумала принцесса. «Пришел придворный повар и сообщил, что обед готов». «И что вы там приготовили?» — спросила принцесса. «Сегодня у нас, если изволите, рис и рыба, только что пойманная в реке. Или если изволите рис и курица, только что пойманная в курятнике», — передразнила его принцесса. «Вечно одно и то же. Неужели нельзя приготовить что-нибудь новенькое?» «Новенькое?» — удивился придворный повар. «Интересно, что это могло бы быть? Кусок дерева, что ли?» — добавил он и захихикал над собственной шуткой. «Тогда я съем вас», — мрачно съязвила принцесса. Повар сразу перестал хихикать. «Эм, меня? Ну что вы, это невозможно, я очень невкусный». «Ой, как же мне скучно!» — застонала принцесса. «Принцессе скучно!» — крикнул король. «Немедленно позовите кого-нибудь, кто расскажет принцессе интересную сказку». Вскоре перед принцессой предстал самый знаменитый поэт королевства. «Ну давайте, расскажите мне что-нибудь, чего я никогда не слышала». С превеликой радостью сказал поэт и низко поклонился. «Жил-был козленок», — начал он. «Как-то раз задумал он перейти через реку». «Но под мостом жил страшный тролль», — продолжила принцесса. «Эту сказку я знаю». «Нет-нет», — возразил тот. «Под мостом жил не тролль, а ужасный дракон». «Знаю-знаю, и старший брат этого козленка столкнул его в воду, и он утонул», — сказала принцесса и громко зевнула. «Нет, все было совсем не так. Большой козел столкнул дракона со скалы, и тот разбился. Это вообще-то совершенно новая сказка». «Пошел вон!» — крикнула принцесса так громко, что попугаи с криком улетели прочь. «Почему я не попугай? Я бы взлетела до самых небес», — сказала принцесса. «Вот было бы здорово». Король вздохнул. Ему очень хотелось порадовать дочку. «До самых небес?» — переспросил он. «Ты хочешь подняться до небес?» «Хм, тогда мы построим башню». Принцесса вскочила и чмокнула отца в щеку. «Да!» — закричала она. «Высокую-превысокую!» «До самых небес!» — пообещал король и послал гонца за главным зодчим страны, господином Вавилоном. «Хм, — промычал господин Вавилон. «До самых небес?» «Таких башен еще никогда не строили!» «Вот именно!» — воскликнула принцесса. «Мы будем первыми!» И господин Вавилон начал рисовать. Он рисовал, рисовал и рисовал, и, наконец, эскиз был готов. «Очень хорошо!» — похвалила его принцесса. «Для постройки башни потребовалось много камней. Столько камней в их королевстве не было, и господин Вавилон отправил корабли в другие страны, чтобы добыть ставить камни по реке. А еще нужны были кирпичи, и пришлось добывать глину, строить гончарные печи и заготавливать дрова для топки. Но это не все. Чтобы сколотить строительные леса, смастерить двери и окна, нужна была древесина. И хотя они и так вырубили целый лес, этого не хватило для обжига кирпичей и строительства. Поэтому господин Вавилон снарядил караваны верблюдов и послал их в далекие края за древесиной. Корабли привезли камни, но где же найти столько каменотесов, чтобы их обработать? Караваны вернулись с бревнами. Но в их краях было слишком мало плотников, чтобы изготовить строительные леса, двери и окна. Принцесса смотрела, как возвращаются корабли и караваны, и думала, интересно, на что похожи те страны, где они побывали? Кроме камней и древесины, господину Вавилону нужно было много людей, чтобы ковать инструмент, таскать камни и бревна, носить воду и варить обед на всю честную компанию. Он отправил гонцов в разные уголки света, чтобы те нашли ему каменотесов, гончаров, плотников, каменщиков, кузнецов, водоносов и поваров. Скоро в королевство хлынули чужеземцы. Все они хотели строить башню до небес. И для этих приезжих людей соорудили жилища, целую деревню, где были и пекари, и мясники, и маляры, и мельники, а также купцы, торговцы рыбой и книгами, а еще доктора, садовники, лудильщики, бондари, цирюльники и прочие ремесленники, которые есть в каждой порядочной деревне. Принцесса ходила по улицам и расспрашивала людей, на что похожи те страны, откуда они родом. «У нас очень высокие горы, а на вершинах лежит снег», сказал один ремесленник. Принцесса не знала, что такое снег. «Мы живем у моря, и оно тянется дальше, чем хватает глаз», — поведал другой. Принцесса долго размышляла, как это что-то может тянуться дальше, чем хватает глаз. И вот на огромной стройке начала расти башня, правда, довольно медленно. Господин Вавилон следил за строительством, но это было ой как непросто. Вечно что-нибудь шло не так. «Это, по-вашему, дверь? Она же не той стороной стоит». «Да, а вот он сказал, что...» «Ничего я такого не говорил. Я говорил все наоборот». «В каком смысле наоборот?» «Не так, как сказал ты». «Ну вот, я о том и говорю». «Нет, в смысле не так, как ты сказал раньше». «А что я сказал раньше?» «Ничего я не говорил». Господин Вавилон застонал. «Окна должны быть квадратные, а не круглые». «Почему?» «Мы всегда делаем круглые». «Мне плевать, как вы делаете». Ряфнул господин Вавилон. «Мои окна должны быть квадратные». «Ясно?» «Квадратными». «Это будет очень странно». «Может быть, хотя бы углы закруглим?» Господин Вавилон не выдержал и закричал. «Хорошо, делайте круглые, но с квадратными углами». Однажды каменщики взяли и не вышли на работу. Господин Вавилон побежал к их старости. «Что происходит? Почему вы не работаете?» «Сегодня четверг», сказал каменщик. «Четверг, выходной день. Так уж у нас заведено». «Нет, нет, нет», сказал господин Вавилон. «Выходной, воскресенье. Так уж заведено у нас». «Мы с радостью поработаем в воскресенье, но работать в четверг мы никак не можем, потому что четверг – священный день». Завтра была пятница, и каменщики все как один явились на работу. Но, к сожалению, по пятницам не работали плотники, которые строили леса. Поэтому каменщики клали камни, только пока хватало роста. Выше они дотянуться не могли. Суббота была священным днем у водоносов, а работать без воды вообще никто не мог. Хуже всего было в воскресенье. «Как вы делали эту лестницу?» кричал господин Вавилон на старосту каменщиков. «Она же ведет вниз!» «Разве это плохо?» «Но она должна вести вверх!» «А это разве не ведет?» «Почему меня никто не понимает?» вскликнул господин Вавилон. «Хотите, сделаем винтовую?» «Я больше не могу!» запрочитал господин Вавилон. Шли дни, а господин Вавилон страдал все больше и больше. Принцесса же все больше времени проводила среди приезжих. Она слушала их странный говор и вдыхала запахи из их котелков. «Ммм, а что это такое?» «Жареные кузнечики!» «Как вкусно!» Строительство двигалось очень медленно, а то, что было уже построено, не имело ничего общего с эскизом господина Вавилона. Господин Вавилон вконец измотался и потерял всякое терпение. И вот однажды... «О, нет!» Воскликнул он, взглянув на свой эскиз. «О, нет, 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 нет! Моя башня, моя несчастная башня!» Зарыдал он. «Она закручивается в левую сторону, а должна в правую». Он побежал к королю и все ему рассказал. «Они ничего не понимают!» жаловался господин Вавилон. «Они испортили мою башню, мою прекрасную башню!» Король поглядел на строительство. «Даже не знаю...» «Надо что-то делать!» закричал господин Вавилон. Король тяжело вздохнул. «Ну, да, пожалуй... Хотя, с другой стороны...» «Я больше не могу!» воскликнул господин Вавилон. «Это выше моих сил!» Он сложил свои вещи в узелок и уехал с первым же караваном. Строительство прекратилось. Многие рабочие вернулись домой, но были и такие, кому понравилась новая страна. И они решили остаться. Король смотрел на недостроенную башню и злился. «Зря мы, наверное, все это затеяли», сказал он. «Ой, как зря!» подхватили дирижер, учительница танцев и поэт. «А вот и нет», сказала принцесса. «С тех пор, как приехали эти люди, я не скучала ни секунды». «А я, кстати говоря, услышал много новой музыки», сказал дирижер. «А я разучила такие танцы, каких в жизни не танцевала», похвасталась учительница танцев. Тут и поэт оживился. «Знаете, один каменотес рассказал мне сказку, которую я никогда раньше не слышала». «Расскажи», сгорая от нетерпения, попросила принцесса. Но прежде чем он успел начать, пришел повар. «Я тоже кое-чему научился. Не изволите ли отведать новое блюдо?» «Жареных кузнечиков?» спросила принцесса. «Кузнечиков?» «Нет, ну что вы, рис и курицу в апельсиновом соусе». Все похвалили новое блюдо, и повар был очень горд собой. «Как же я хочу поскорее услышать новую сказку!» с набитым ртом сказала принцесса. Поэт доживал, вытер руки и многозначительно поднял брови. «Ну что ж, слушайте», сказал он, и широко улыбнулся. «В одном далеком, предалеком королевстве жила принцесса, и было ей невыносимо скучно». Субтитры создавал DimaTorzok